Добрый день, дорогие друзья! С вами Ленкин и добро пожаловать в лучшую стратегию 21 века, Supreme Commander Forged Alliance. Сегодня у нас на разборе реплей на карте Ситон. Эта игра просто свела меня с ума, но больше спойлеров не будет. Эта игра будет очень интересной. И кто же у нас играет в этой катке? У нас в левой команде Кебранец на позиции Скала, Зелда Фанбой. Фанат Зельды на центре нижней команде Ю за ОФЗ. На позиции Скала Ленкин, то есть я играю за Кебран на позиции Пляж, точнее. И на позиции Воздух у нас Юнду. Вроде тоже русский игрок. Против меня будет стоять Альта в 4 бага Рус. Соответственно, тоже русский игрок, играет за Серафим на позиции Скала. На передовой у нас играет оранжевый Аус Пол за Серафим. Ему также спешит на помощь с позиции Пляж Джей Ти. Тоже заядлый Ситончик. И на воздушной позиции играет Донни Нупа за Кебран. В итоге получается, что на воздухе 1600 против 1200. Поэтому несправедливость будет и в этой катке. Часто я говорю с того, что есть сильный дисбаланс по позициям на Ситоне. И это очень сильно нарушит, скажем так, симметричность игры. Из-за этого часто воздушное преимущество одной команды становится фатальным для другой. Пытается пробежать здесь синий игрок своими лабами. Разведчика удалось забрать своим боевым разведчиком. Но здесь уже на перехват бегут танки. Лабами, если правда под микривость, можно было убить этих двух танков. Но против 3-4 танков уже бы все равно ничего не получилось. Я также выхожу на центр. На центре все-таки очень много реклейма. Уже 8000 изначально что-то было. Типа 12,5. Вот поэтому забирать этот реклейм обязательно нужно. JT тоже вышел на центр. Но я правда вышел где-то сбоку. По командиру по вражескому не стреляю. Это не очень хорошо. Вообще забыл про своего кома. Но по крайней мере спам отрезаю. В то время как у синего спам тут подошел. Точнее синего спам подошел. Тоже ауспола немножко напрягает. Но в итоге нашего союзника загоняют под воду. Уверенно пол хп он уже потерял. В то время как противники все еще на зеленом хп здесь спокойно себя уверенно чувствуют. Правда у нас уже есть первые бомберы. Не уворачивается здесь командирал с пола. И Юс слишком, слишком здесь нагло себя ведет. Зачем-то он выходит. Пытается выйти на сушу. Пытается уворачиваться под водой. На самом деле нужно просто как можно глубже, как можно быстрее. Отсюда уйти. Тысяча хп у него в итоге остается. И это очень плохо, потому что 1800-ник это самый топовый рейтинг сейчас. А, нет, не самый топовый. У меня больше всех рейтинг здесь был в этой катке. Но тем не менее, да, у меня не 1900 ситона. У меня, говорю, там 1600 ситона. Может не больше. Поэтому 1800-ник терять. Такая ситуация была бы крайне неприятно. Но вот Аус Полу тоже хп остается мало. Под водой еще его бомберы пробивают. 1300 хп. Юдер решает сделать себе в итоге ган. Но стоит он, кстати, не очень глубоко. Так что, если что, его может пробить. Продолжается давление. Аус Пол опять выходит из-под воды. Еще несколько тысяч. Тысяч. Тысячек. И уже буквально у него 600 хп остается. У Джеки тоже хп немного. Ну и в плюс-минус мы на центре пока что на равных держимся. Правда, у верхних здесь доминирует пока что воздух. Что происходит здесь? Остров. Остров пытался я занять. Да, но противник меня здесь переиграл и уничтожил. Но зато левый остров. 100% наш. По воздуху пока что по экономике верхний игрок. Закономерно впереди. Ну, Т-3 завод у нас в принципе апается. Что здесь происходит? Артиллерия начинает оранжевая. Артиллерия начинает пробивать игрока с ником Ю. И стремительно у него заканчивается хп. Он успевает доделать себе ган. Буквально 3 тычки ему оставалось здесь получить от артиллерии. И он бы здесь просто так и остался под водой. Все три командира здесь очень на лоу хп. Он всего лишь пару торпедников бы и все. И уже он бы точно отсюда никуда не ушел. Но видим, что торпедников ни с одной, ни с другой стороны здесь не летит. Пока что себя чувствует замечательно. Ю, под водой что-то не торопится выходить. У тебя голова торчит. Нэм. Пытается он построить ПВО турель. Надо было... Но нет. Джей Ти увидел свою возможность. У противника мало хп. Решил разменяться. Джей Ти это игрок с позиции скала. В итоге жертвует собой, чтобы уничтожить... Самого топового рейтинга... Из нижней команды. Возможно, возможно, это был хороший мув. В итоге база достается мне на центре. И я решаю попытаться пойти вперед. Все-таки здесь командир на лоу-лоу хп. Турели здесь еще нет. Спама у противника недостаточно. Экономика вообще очень плохая здесь на центральной позиции. И я пытаюсь, пытаюсь зажать аус пола. У него скоро будет уже второе ветеранство. Это хороший будет буст по хп. Но понимая, что как будто бы спама недостаточно, я решаю все-таки обойти и попытаться подхарасить экономику. Но потом решаю все-таки, давай зажму его. Но вот буквально через парочку убитых танков у него уже будет ветеранство. Да, ветеранство 6 хп. И уже его здесь никак не убью. Да, в итоге у меня две базы. Но экономика достаточно неплохая. Да, здесь осталось 4 мекса докачать. Yeah, I used to do it more. Так, что он? I have only seen other person to do that. Maybe 2. В общем, он говорит, что я правильно сделал, что взорвался. И дропы пошли уже. Наглые дропы от красного. Альт Багарус. Да, дроп. Скиллухи. Серафимская артиллерия. Очень хорошо подходит для дропа на масс-экстракторы. Пользуется тем, что мне приходится сразу два фланга контролить. Но у меня уже здесь есть бомберы, кстати. Истребитель есть от союзника, но сбить не успеем. Успеваю поставить турельку. Но прилетает дальше. Решает куда-то высадиться. Но на хвосте висит у него. На хвосте у него висит истребитель. Зачем-то он перемудрил сам себя и всю артиллерию вот так вот ровненько здесь потерял. Но еще один транспортник есть. Пытаюсь его сам лично сбить. И мне удается это. Да, повезло, повезло. По технологиям есть два воздуха Багарус. На центре я все еще пытаюсь как-то сосредоточить силы. Но уже особо не спамлю. Пытаюсь выйти в Т-3 лэнд. Вместо того, чтобы нормально сделать флот. Попытаться отбиться, да. Но вот меня здесь нормально пробивают. У меня практически не остается флота. Может быть парочку фрегатов мне еще удастся забрать. Но дальше уже будет совсем тяжело. В итоге все-таки один дроп приземляется здесь. Это Т-1 транспортник высаживает. Но его достаточно, чтобы убить мне один Т-2 масс экстрактора. И это уже неприятно. Но дальше, похоже, этот дроп не проедет. У меня танки. Да, правда, артиллерия уезжает на воду. И с этим я уже ничего не смогу поделать. Танки я не проконтролил. Не догнал эту арту. Тем временем здесь мне уже приходится ставить подводные торпедные турели. Нужно что-то решать с флотом. Иначе все будет очень плохо. Артиллерия в итоге сейчас будет долбить по моим верфям. Это у меня, ребята. Не отвлекайтесь! Не отвлекайтесь! Да, последняя верфь мне осталась. Но по экономике вроде как все еще все хорошо у меня. По воздуху. Что по воздуху? По воздуху-то 3 мексов у нас не наблюдается. У нас даже все еще Т1 масс экстрактор здесь есть. В то время как у противника, кстати, обратите внимание, у противника, у воздуха именно две базы, да? То есть оранжевый. Оранжевый передал свою базу. Вот эту, которая ему досталась. А, она сначала красному досталась. Да, он ее передал в итоге Аирчику, чтобы тот уж совсем уверенно выиграл воздух. И игру это как можно быстрее закончил. Здесь пытаюсь с торпедниками еще как-то отбиться от флота. И в итоге я решаю сделать дроп сюда и здесь начать строить побольше турелей. Смотрите, здесь, кстати, все еще продолжал кто-то строить эту верфь. Странно. Интересно, откуда шли здесь эти лучи. И фрегатик все-таки фрегатик здесь был и фрегатик уничтожил моих инженеров, которые здесь пытались нас память. Вторую волну факторок морских. Ну и опять приходится мне торпедниками. Приходится торпедниками отбиваться, но вот как только противник накопит достаточно количества воздуха, отбиваться торпедниками мне уже совсем не получится. Также пытаюсь и корсары делать зачем-то. Хотя воздух у нас сто процентов выиграть не будет. Но возможно это была та самая игра, в которой я думал, блин, ну там сейчас. Короче, не обратил внимания на то, что противника по иру там на четыре стрессика больше, как обычно. Да, корсары ничего в итоге так не смог убить. В очередной раз я пытаюсь сделать дроп и опять подспамить здесь факторок. И в этот раз вроде противник не замечает того, что у меня здесь будет очередная попытка подспамить. Здесь не очень, кстати, удачно висел воздух сейчас фиолетово и прямо под крейсером происходит битва. Правда, крейсер все это время стреляет по штурмовику. Это тоже неплохая цель. И в итоге в воздух сейчас как раз-таки выигрывать наш игрок. Казалось бы, да, но все-таки получилось под крейсером выиграть. У крейсера две с половиной тысячи материи убито. Второй транспортник у меня уже высаживается, чтобы быстрее еще на спамить факторки. Начинают производство здесь фрегатов, но мой оппонент моему оппоненту кстати здесь прилетели скорее всего корсары мои, да, и выбили один масс-экстрактор. Но не велика потерям. Здесь уже Т-2 флот есть, спамятся крейсеры. Зачем делать дестройеры, правда, когда у противников флота вообще нет. Лучше делать сразу крейсеры, отстреливаться от торпедников и также дальнобойными ракетами убивать все производство, всю экономику. По центру я собираю достаточно серьезную группировку из ховертанков, флаков, и уже даже титаны здесь подходят. Я очень надеюсь здесь пробежать вперед и пронести экономику. Здесь все еще нету достаточно хорошей обороны. Только первая, самая первая это 2 турель здесь встает, но пока что этого недостаточно, чтобы убить моих титанов и риптайдов. На английском у них поинтереснее название, чем прибой. Танк прибой. риптайд как-то эпичнее звучит. Полево в планку все в целом достаточно хорошо. Здесь вообще фиолетовый, кстати, решил не выходить во флот. Он даже не пытается нигде ничего отстроить. И наш союзник снизу тоже начинает делать Т2 кораблики, будут делаться дестройеры. Фиолетовый, видимо, решает фул пойти в воздух и по воздуху заканчивать игру. И здесь в очередной раз находят мои факторки. Не успел я опять накопить достаточное количество фрегатов, к сожалению. И крейсер уже здесь, и крейсер уже отстреливает мои факторки. Причем сплэшом, видите, задевает производящиеся в нем корабли. И они застроиться не могут. По центру я немножко перегруппировываюсь риптайдами. кстати, я сейчас думаю, можно было бы вот сюда поехать, потому что здесь нет никакого прикрытия. И можно было бы выбить факторки инженеров и даже проехать на масс-экстракторы. И все, я начинаю терять масс-экстракторы, крейсера не жалеют. Хотя удается корсарами мне здесь контратаковать. Да, торпедники все-таки пока что помогают мне выбить. По-моему, одного крейсера мне удалось выбить. И здесь передовые факторки противник потеряет. По Ира два базы, Ленкинг и Юнду. Мне нужна помощь, по Иру. Ты мне инжа отдашь? Да, мне там совсем не до этого. Я не успеваю сконтролить. Меня здесь пробивают с двух сторон. Здесь у меня вообще масс-экстракторы не защищены. И вот она, мега-атака Титаны, Риптайды, Флаки. Все это идет вперед. Хорош этот спам тем, что у него большая скорость передвижения, но здесь есть Таушалы, есть Т1 танки, но этого недостаточно. Здесь слишком мало всего. Ауспол своим командиром решает встретить. Весит над налом. Но такое ощущение, что без гамма ему здесь просто делать нечего. И он оказывается прямо в центре спама. И я понимаю, что нет, лучше его не убивать. Он взорвет всю мою армию. Я просто двигаю и все вперед. И обратите внимание, я сейчас просто отключу атаку, чтобы его не убивать, потому что если он сейчас взорвется, он взорвется весь спам, но он сам понимает это прекрасно. Даже на 1200 он сообразил, он на 1200 сообразил, что его жизнь сейчас того не стоит, да. Слишком много спама проедет на базу, это будет просто фатально. И он сделал гениальную вещь. Он взорвал своего кома, чтобы убить весь этот спам. Вретаем ссори. Да, и он извиняется прежде всего за то, что он там что-то по массе проседал. Но я все-таки не оставляю надежность продавить. Мне все-таки какой-то спам подходит, но здесь уже есть три штурмовика Т3 и их флаками будет убить достаточно проблематично. И моя атака здесь можно сказать захлебывается. захлебывается стопроцентно. Удалось верхней команды здесь отбиться. Пытаюсь здесь фрегатиками проплыть прямо на базу к противнику. Здесь есть один дестройер, который может эти фрегаты быстро уничтожить. Моя задача здесь, конечно же, уничтожить в первую очередь инженеров, которые которые здесь помогают производить Т2 корабли. И даже в Т3 уже выходит здесь красный. Да, нужно дальше-дальше проходить. Не доконтроливайся. Не доконтроливайся здесь. Да, слишком много всего. Даже мекс не застраиваю. И корсарами мне, кстати, удалось выбить. Здесь очень много масс экстракторов своему оппоненту. И, кстати, у бага руса сейчас появляется уже вторая база. То есть, поэкономически он мне резко начинает обгонять. На центре у него сейчас осталась куча реклейма. Плюс Т3 мекса здесь есть. В целом у него все хорошо. А фиолетовый, смотрите, он вместо флота просто делает рептайдов. Он пытается ховерами отбиться, но проблема рептайдов в том, что у них слишком маленький радиус поражения. И чтобы бороться как-то против флота Т2, нужно очень близко подойти. Это достаточно сложно. Пытаюсь Расик себе качнуть. Экономика все еще плохая. Т3 мексов вообще не наблюдается. Я просто пытаюсь выживать и тянуть время. Но, по крайней мере, какая-то контратака удалась. Здесь забрал 4 мекса, здесь забрал 5 мексов. Это дает мне все-таки возможность как-то еще на своей слабой экономике быть, скажем так, полезным. Здесь уже 3 турели. В очередной раз здесь скопил какую-то армию небольшую. А пока что все это стоит. Здесь, кстати, можно будет пробежать воспользуясь этой горкой. Тушалы, они стреляют по прямой и за горкой возможно они не будут попадать. Но я вот решаю просто наглую пойти в лоб на 4 турели. Уничтожая генераторы. По идее, должны справиться рептайды с титанами. Да, достаточно быстро турели здесь заканчиваются. Самое главное сейчас подхарасить успеть экономику. Еще Т2 турели, Т1 турели встают. И опять как будто моя атака захлебывается и 4 штурмовика в этот раз подлетает. И опять все не очень удачно. Да, еще один Т2 масс экстрактор возможно удастся забрать. Но не более того. Возможно, кстати, союзные ракеты сейчас подлетят и убьют свою же HQ-шку. Да, но у него остается буквально совсем немножко хп. Буквально парочка ракет бы еще она бы точно уничтожилась от союзников. Я продолжаю делать корсары. Продолжаю не делать экономику и это очень плохо. Ситон очень любит, конечно, когда на нем делают экономику. У меня союзник вместо спама воздуха решил все-таки пойти в нюку. Ну, в целом есть куда ее покидать. Здесь тоже, кстати, делается нюка у Бага Руса. А СМД-шки-то нет на центре. Не здесь, не в этой части. Спа Маира здесь очень лютый. В этой части тоже нет ни СМД-шки, ничего. Здесь, кстати, тоже были уничтожены масс-экстракторы. Возможно, корсарами. Да-да-да, вот они, корсарчики мои лежат. Я все-таки мне удалось еще где-то пролететь. По уничтоженной масс-по уничтоженной массе достаточно уже много. Я всего убил. Вот, но по экономике все очень плохо. При том, что у меня две базы. Я второй с конца по добываемой материи. Общая добытая материя тоже второй с конца. Это очень плохо. У Фиолетова, обратите внимание, уже 320 тысяч материя добыта против моих 200. Это все может привести к такому сноубол эффекту. Я в очередной раз пытаюсь здесь налететь бомберами, но здесь есть флаг сплэшем. Он очень быстро убивает этих бомбардировщиков и лишь немногие выстрелы долетят до хранилищ. По крайней мере пробил Т3 масс-экстрактор, убил хранилище. Инкам от него стал в полтора раза меньше. Здесь уже просто фатальное количество флота. Мне никак его не убить. В Т2 флот я даже уже не пытаюсь выйти, просто пытаюсь накопить достаточно сильные Т1 фрегаты кибранские, чтобы хоть как-то их сдерживать. Опять пытаюсь уже слишком поздно делать экономику. И это все не очень правильно. Не хватило мне все-таки, не хватило здесь атакующих мощностей. Ну и здесь, конечно, очень круто. взорвался командир и спас свою команду от прорыва центра. И здесь все уже. Паук идет. Мне ничего не удается здесь добиться. Просто завожу материю в огромных количествах противнику. И уже давно пора переставать спамить, разбирать заводы, строить какую-то защиту, экономику. но гигантское количество ракет летит в мою центральную базу и это уже это уже попахивает фидом. Т3 мекс прямо на передовой здесь качается, но ощущение, что он долго здесь точно не проживет. Что делать? Что делать? Пытаться запустить нюку? Есть ли информация у верхней команды про нюку? Нет! Вот она самая главная ошибка. Самая такая незаметная ошибка это отсутствие разведки. Это наверное одна из самых основных ошибок и самых частых ошибок в игре. Просто отсутствие разведки и это как правило приводит к каким-то неожиданным поворотам в игре. Нельзя конечно предугадать, что да, там скорее всего по таймингу противника нюка. Нет! Нужно обязательно постоянно хотя бы раз в минуту смотреть, что у противника там есть. И у фиолетов вот они разведчики есть. Вот они копятся, послать он их забыл. Он очень занят экономикой. И кстати, он попытается здесь все-таки выйти в Т2 флот. Удалось ему оттеснить рептайдами оппонента и вполне себе успешно его продавливает. у них 90 ДПС достаточно много ХП, когда они вот так в упор подходят корабли и очень быстро рассыпаются. Вот она, нюка пошла. Нюка пошла прямо в базу Аирчика. А что здесь? Где СМД? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Донни Ноб забыл про самое основное защиту своей гигантской базы. И все сконцентрировано прямо в одном месте. И все в радиусе поражения одной ядерки. Что может быть лучше? Здесь кстати тоже не заряженная СМДшка. А нюка уже наполовину заряжена. Здесь даже сюда могла прилететь нюка. Это тоже было бы неплохо. Но все-таки убить этот воздушный грид это просто бесценно сейчас для нашей команды. Это действительно будет очень большая надежда на камбэк какой-то. В это же время я пытаюсь отбиться от этого паука корсарами Т1 бомбером. Нужно конечно же флаг профокусить. Да здесь тоже какие-то ракеты в него летят. Флаг уничтожен. Паук в принципе долго здесь не должен прожить. Но воздуху оппонента уже здесь он будет сейчас убивать все мои штурмовики все мои бомберы. Начинается воздушная битва в которой у нас намного меньше воздуха еще Йонду подставляет весь свой воздух и в тыл ему заходит и в итоге такое ощущение что воздух мы проиграем все-таки. Успел фиолетовый накопить достаточно много из истребителей и вынужден отступать остатками Аира здесь. Но самое главное что паука мы успели убить нюка приземлилась и пока что производства воздуха никакого не будет тем временем здесь база уже практически полностью уничтожена на ТМДш как держусь здесь вообще ничего не осталось уже все верфи были уничтожены верхнем бассейне еще как-то еще как-то держится that was game JT говорит что да все это уже гг было типа король король а точнее аир король говорит но пока что ничего не закончено еще ничего не понятно правом море конечно все плохо здесь уже линкоры начинают уничтожать центральную базу я в очередной раз пытаюсь титанов накопить куда-то пробежать в итоге два игрока кстати два игрока здесь остаются у верхних красный фиолетовый фиолетовый кстати не пытается особо базу отстраивать почему донни говорит у меня минус 9000 энергии да тебе нужно срочно отстраивать генераторы а реально где у него вся энергия у него нет на командире у него нет расика на командире это могло быть халявные 2700 энергии в секунду серьезная ошибка без расика не сделал расик ребят в каждом касте говорю ну е-мое делайте расик но то что сейчас вся энергия уничтожена у верхней команды это очень серьезная проблема но сейчас может прилететь ответочка ядерная ракета от красного здесь что смдшка есть она заряжена уже здесь почти вторая нюка есть вторую нюку тоже есть куда запустить но здесь это два мекса куда ее запустить то вообще в центре смдшка есть но она кстати не заряжена но мы конечно же об этом знать не можем все очень очень плохо три линкора уже достаточно было бы чтобы все это убить но тут помимо трех линкоров еще куча крейсеров да и этот т3 спам уже сто лет назад нужно было отменить можно кстати сюда запустить ядерку было здесь очень много масс экстракторов туда летит нюка а нюка летит от верхней команды да она полетит нет не в остров куда она летит а нюка летит сюда в 4 масс экстрактора но на самом деле можно пустить нюку примерно сюда и убить все 5 масс экстракторов это было бы очень ценно нюка летит прямо в центр в мою базу да достаточно хорошая цель сэкономил себе время чтобы не убивать всю эту базу 57000 материя убила эта нюка очень жирно а здесь смдшка дотянется интересно до радиусом до этой нюки да дотягивается очень ровненько и да все очень плохо я прошу два гена я начинаю делать лазер я уже просто не знаю что мне делать здесь базы нет здесь база наполовину потеряна все еще как-то держится но прямо сейчас сюда плывут линкоры от этой базы тоже ничего не останется здесь всего лишь 1 масс экстракторы все я решаюсь на последний шаг последнюю возможность как-то использовать своего командира и сделать некий чиз здесь флот кстати тоже начинает подбираться вплотную к противнику но пока что не так уверенно здесь пробить оппонента будет очень сложно не очень много т2 флота но энергия все еще не восстановлена уже есть правда почти т2 т2 генератора жестко пытается здесь осисти смдшку да потому что понимая что возможно это смдшка скоро в скором времени все таки будет уничтожена и нужно будет как-то это смдшка дефаться хотя что ему дефать этой смдшкой сами подумайте что дефать сейчас это смдшка вот эти три мекса сюда нюка точно не полетит эти три мекса все равно можно сюда опустить и нюка попадет да то есть смдшка это не дефает ну ладно два мекса здесь можно уничтожить в общем смдшка практически бесполезная по факту да то есть он пытается всеми силами ее ассистить но это уже такое не сообразил так тем временем у меня есть лазер т2 и расик на коме удалось мне за счет этого расика и энергии от союзника все таки доделать доделать себе на командире лазер и у меня кстати есть стелс да у меня есть стелс и транспортник от союзника я здесь успел себе сделать а2 hq и сделать себе жулика чтобы мой транспортник не был виден и теперь у противника есть все еще куча т3 истребителей по воздуху давайте глянем у кого больше у юнда 300 возбужденного лимита да у него 253 истребителя против 167 да действительно на 100 истребителей у нижней команды больше плюс еще и бомберы есть так что надежды еще не все потеряны все в транспортник погружен готов испепелять ждем обнаружения цели разведчик пролетает прямо над лужей мы видим что один командир где-то здесь под водой да прямо сейчас мы убей его торпедом и пишу да здесь все-таки один командир есть но красный понимает что нет он ничего не понимает просто надеется выжить и закончить побыстрее эту игру вторая нюка почти заряжена какой план у верхней команды сейчас просто отбиваться за счет экономики за счет огромного здесь флота сухую выигранного можно пробивать остальные базы сделать так называемую высадку в нормандии да застройку с заводами и спама т1 всякой скилухи так ну и что летит разведочка летит разведочка все мне показывает но противник здесь ничего не видит у него есть радар есть радар но я ровненько лечу по темной зоне где противник ничего не видит но здесь есть штурмовики которые могут стрелять по транспортнику и я прям ровненько их облетаю но фишка в том что у штурмовиков когда они лежат на земле у них очень маленький радиус обзора и если бы они на секунду хотя бы взлетели они бы мгновенно уничтожили мой транспортник но мне очень повезло я прям ровненько их облетел но здесь еще и зенитки есть а мне очень нужно в эту лужу мне очень нужно в эту лужу я уже лечу в радиусе зениток но стелс помогает мне все-таки пролететь прямо до базы оппонента ровно по темной зоне и они даже не имеют никакого понятия о том что к ним движется самый прикол этой карты самый прикол это лужи что командир торчит из-под воды все что остается мне аккуратно к нему подойти и сжечь его но тем не менее даже если это удастся даже если это удастся все равно останется еще один командир видите командир даже смотрит на него уже поворачивается думает это что еще за хрень я специально отключаю огонь чтобы наверняка его прожечь включаю и мне удается все-таки сжечь сжечь Дони Нуба один остается Альт Бага Рус но все же все же у него остается все юниты фулшер работает все юниты переданы будут красному красный стоит очень безопасно месте офкос сник миссион саксесс да такая хитрая миссия оказалась успешной я понимаю что мне нужно спрятаться я уже отсюда вряд ли успею улететь начинается воздушный замес в красный не очень хорошо здесь развернулся лютое просто количество истребителей с одной и с другой стороны здесь есть еще и зенитки но такое ощущение что все-таки количественное преимущество дает о себе знать и наша команда одерживает здесь победу и тем временем он кстати отвлекает еще отвлекает оппонента от того чтобы он меня попытался найти но такое ощущение что они все-таки думают что это был телемазер я возможно улетел они все еще меня здесь не видят и вот почему ребят смотрите у красного у красного есть Т3 радар и омником даже если бы был под водой вот этот кратный радиус он показывает омнисенсор он не достает до того места где стою я а я стою под водой то есть обычный радар меня не видит меня может увидеть только гидролокатор и омнисенсор меня не видит потому что я слишком далеко от него нахожусь но подождите гидролокатор тоже должен доставать но у красного серафимский гидролокатор и у серафимского гидролокатора нет Т3 уровня и он достает всего лишь вот докуда то есть если бы гидролокатор сейчас стоял где-то здесь, он бы меня уже точно спалил, и на меня бы уже была куча меток и пингов, и меня бы точно уничтожили. Но это даёт мне возможность. Это даёт мне вот здесь возможность сделать себе стелс. Я понимаю, что мне ничего не остаётся, как дальше пытаться вкачать себе уже к лаку. То есть это абсолютно невидимость для оптического обнаружения, но всё ещё можно обнаружить омни-сенсором, то есть вот этим радаром. Давайте ещё раз посмотрим, докуда он достаёт. Он не достаёт до основной базы, то есть всё ещё вот этот проход до командира мне открыт. Но как подойти к командиру? У него здесь куча щитов и куча Т2 турелей, то есть как только я встану в радиус поражения командира, да, даже если начну стрелять лазером, он меня спалит и он меня уничтожит. Поэтому мне недостаточно будет сделать просто ещё к лаку, да, то есть я не смогу подойти настолько близко. Скорее всего придётся ещё сделать ган. Две нюки у нас есть у команды. Одна уже, кстати, заряжена, вторая на паузе. Почему-то, кстати, надо было, наверное, вторую нюку подосистить. Зачем тебе две нюки в одной? Причём здесь больше заряда, ну, в общем, неважно. Две нюки есть, в целом, почти три заряда, можно сказать. Но вот он, момент тайминга, да, то есть таймер начинает тикать для нашей команды. Хотя, чё тикать? В принципе, эту и то, то можно было бы убить с воздуха, но нет. Всё-таки здесь очень много флагов и Т-3 зениток. В целом, кстати, вот это можно было бы сейчас очень хорошо убить Т-3 бомберами. Но есть ли информация? Инфы нет. Непонятно абсолютно, что здесь происходит. Тотальная разведка сейчас происходит от верхней команды. Они полностью видят, что здесь. Здесь есть СМДшка на базе. Здесь есть две нюки. Куча воздуха. И у Красного, кстати, очень лютый перелив. Он пытается бомберами в наглую прилететь, но вот эти мои заводы, они обнаруживают вовремя этих бомберов. Да, и они, конечно, все будут уничтожены. Только ощущение, что бы всё равно этих бомберов бы не хватило, чтобы убить этот щиток с нюками. Но попытка пока что не очень удачная. Я думаю, что в этом случае что можно было бы на всю эту массу тратить? Найтоты и лэнспа. Плюс флот и то-то, мне кажется, самое было бы выгодно. И, конечно, пытаться наращивать производство воздуха. Оно, кстати, есть. Производство воздуха есть. Единственное, что нет здесь билд пауэра, нет хайвов. Заводов маловато, и обогнать противника по воздуху было бы очень сложно. Но, кстати, есть ещё и авианосцы. Про них Бага Рус забыл. Авианосцы, у них достаточно серьёзный билд пауэр, 180. Да, то есть это в полтора раза больше билд пауэра, чем у заводов. И авианосцами можно было бы очень сильно пробустить производство воздуха. Авианосцев, кстати, очень много. 10 штук авианосцев. Это, считайте, как 15 заводов. То есть, в принципе, Бага Рус мог вот эти вот свой инкам весь лишний потратить. Да, каждый авианосец тратит 20 масс в секунду. То есть он мог 200 масс в секунду и сейчас тратить чисто на воздух. И по воздуху он бы всё-таки мог выиграть. Вот они, бомберы пошли. И бомберы просто нагло пролетают здесь над зенитками. Но бомберы очень-очень нужны сейчас. Нюка попадает. Убивает три масс экстрактора. А, здесь ещё были какие-то заводы. Да, Zelda fanboy пытается отсюда уйти. Кстати, без расика осуждаю. Это, кстати, страшный сигнальчик. У меня, кстати, у командира уже почти наделан ган. Я только вот недавно понял, что да, ган мне всё-таки нужен. Я очень долго думал, что сделать, как пройти. То есть я не могу подойти в радиус командира. И вот почему сейчас тоже объясню. Очень-очень спас... А, здесь, подожди, нюка с флота. Да, нюка здесь с флота была, конечно, сбита. Вот в чём загвоздка, да, с радиусами поражения и радиусами омнисенсора. То есть я могу обойти вот этот омнисенсор, да, от Т-3 радара. Он достает до суда. Но вот в чём боль. Видите, бордовый радиус внешний. Это радиус омнисенсора. А внутренний красный радиус показывает радиус стандартный. радиус поражения там лазера и гана без апгрейда. И получается, что, чтобы мне атаковать командира без гана, мне нужно было подойти к нему в радиус омнисенсора. Вот. Поэтому убить его без дополнительного радиуса поражения пушки, да, лазера, я никак его не мог. Но я надеюсь, вы поняли, да. То есть с этим апгрейдом я смогу примерно отсюда его зажигать. Но всё равно у него будет достаточно много времени, чтобы отойти, чтобы сделать все какие-то Т-3 разведчики, которые у меня будут палить. И, в общем, это очень такая, это такая очень-очень-очень на тоненького надежда. И сейчас уже и Тота подходит сюда. Смотрите, как у неё много ветеранства. Не удаётся убить и Тоту. И Тота здесь уже сто процентов даёт до этой базы. А, кстати, здесь есть колосс! Колосс всё-таки сможет здесь пробить. Три нюки одновременно летят в базу фиолетового. Янду, но всё-таки СМДшек ровненько хватает. Ещё одна нюка здесь остаётся. Глаз! Глаз, говорю! Вырубился здесь вижен! Я не вижу командира! Я уже могу! Я мог бы его атаковать! Вы посмотрите на этот радиус! Я уже доставал почти до командира, но глаз в какой-то момент просто выключился, и я потерял вижен! Я должен был отойти! Я думаю, господи, меня сейчас спалят! Но здесь истребителями союзник летит истребителями, что дать мне вижен на командира! Я понимаю, что вот она уже близко! Очень много Т2 турелей! У Бага Руса всё ещё даже нет апгрейда на ХП! И теряется энергия! У него пропадает энергия со щитов! Это значит, что я ещё могу быстрее убить командира! И вот я вижу уже, где он стоит! Подхожу в упор! Вижен полностью есть! Штурмовики полностью уничтожены! И вот он! Момент действий! Но неужели он не заметит! Начинает прожигать командира! Один шаг был до щита, но всё-таки не успел здесь даже тёрнуться! Игра была выиграна вот этим замечательным дропом одного командира в воде, второго прямо под щитами! Они думали, что это телемазер, но это был самый наглый дроп в истории Суприм Командера! Вот такая вот замечательная игра и вот такой замечательный камбэк! Друзья, надеюсь, вам понравился этот матч! Обязательно пишите комментарии, подписывайтесь и присылайте свои реплеи к нам в Дискорд, ссылочка в описании в разделе реплеи для кастов! Для вас матч комментировал Ленкин, до скорых встреч, всем пока и удачи!